Бастарды Бастарды, кругом одни бастарды, друзья. Фамилии разные, а кровь одна. Как причудливо тасуется колода, Сказал Коровьев, королева. Вопросы крови самые важные в этом мире. Я вам хочу рассказать одну из маленьких семейных тайн Владимира Путина. Ах, сколько у него тайн! Это человек, о котором мы вообще ничего не знаем. Не только потому, что скрывается его семья, мы никогда не знали, как он жил, как живут его дочери. Мы ничего не знаем о Владимире Путине, потому что жизнь его настолько многогранна, настолько она сверкает, как алмаз на солнце, всеми своими тысячью гранями, что невозможно даже предположить, как на самом деле живет Владимир Путин. Я думаю, даже близкие его друзья не все знают. Сам по себе он человек скрытный. И его жизнь покрыта тайной. Покрыта тайной его рождение, его день рождения, его год рождения, его число рождения. Покрыты тайной его семейные отношения. Количество детей Владимира Путина тоже неизвестно. Те, что на поверхности, да, мы знаем, это семья Владимира Путина, основная семья с Людмилой Путиной, да, есть еще и связи от любимых женщин, которые тоже вышли теперь на поверхность. И мы знаем, что вот это тоже дочь Путина, и там тоже дочь Путина. А что мы знаем о сыновьях Путина? Вот только ли, друзья, у нас с вами дочери Путина фигурируют? А вы хотите сказать, у Владимира Путина нет сыновей? Ну, конечно, вы вспомнили, да, от Алины Кабаевой у него есть сыновья. Это мы тоже уже учитываем, пока они не вышли на поверхность. Но только ли эти сыновья? Или есть еще другие сыновья? Вы скажете, что, ну, когда он там успел? Он же жил там в Германии. Он, ну, в общем, много можно чего наговорить. Однако же, друзья, есть некоторые люди в нашей политике, в нашем финансовом государственном пространстве, которые на виду, которые обладают громадными деньгами, на которых Путин полагается, как на своего собственного сына полагается, Александр Лукашенко. Только Александр Лукашенко, он батька такой, знаете, прямой. И он всегда любит это подчеркивать. Я прямой, я человек откровенный. Да, в данном случае, особенно с сыном, Александр Лукашенко поступил слишком открыто и слишком прямо. Он вывел Николая, своего младшего любимца, он вывел его на политическую арену. Уже, когда тому было парню-то всего несколько лет, он его стал выводить в свет, стал с ним путешествовать по заграницам. И его, этого маленького Коленьку, принимали все президенты стран. И все радовались ему. Ну, не просто же так принимает, мы даже не знаем, кто такой Коленька. Но пока не о Коленьке сейчас речь, а, возможно, это бастард Путина. Бастард. Один из сыновей его старших, друзья, о которых мы вообще ничего не знаем. Но, однако же, дочери Путина на него кивают. Кирилл Александрович, Кирилл Александрович. Да, он, несомненно, богатейший человек. Но Путин никогда не даст в руки простого человека все свое состояние управления финансами государства. А вот, глядишь ты-ка, какому-то Кириллу Дмитриеву дал. И Кирилла Дмитриева прочат на пост президента России. А что вы об этом знаете, друзья? А ничего. Иванов, Петров, Сидоров, Дмитриев. Да не все ли равно? И никогда человек с фамилией Дмитриев не должен стать на должность президента Российской Федерации. У страны России всегда были различные совершенно фамилии в креслах кремлевских. Ну, правда, у нас был Медведев. Ну, это что-то из другой оперы, друзья. Как-то и президентом его никто серьезно не воспринимал. Все понимали, что Путин стоит за ним. А Путин это что? Это ведь тоже, друзья, не фамилия. Путин это псевдоним у Сталина. Какая фамилия была? Джугашвили. Да это и так было не его, а та особенная фамилия. Тоже данная ему фамилия. Но у него был псевдоним. Иногда говорят, это кличка, да? Псевдоним. Сталин. Подразумевается, что сталь. Он стальной человек, Сталин. А вот Путину дали псевдоним Путин от слова Путь. Хотя по-французски это звучало так слишком экстравагантно. Путин, Путан. Так вот его фамилия звучала. И это тоже насмешка над государством Путан. Ну, не будем мы сейчас по-французски произносить его фамилию. Итак, Путин это от предполагаемого пути, по которому Путин повел всю свою страну. И Путин не только для своей страны открывает путь, как данка с вырванным сердцем освещает путь народу из пещеры, так и Путин освещает своим вырванным сердцем весь мир. Да, он любит весь мир. Я говорю о сердце, подразумевая, что это его сердце, которое горит в его груди для освещения пути для всего мира. Итак, мы возвращаемся к предполагаемому бастарду Путина Кириллу Дмитриеву. Предполагаемому, это мое мнение, Тане Карацуба Сеидбурхан. Потому что в прессе его называют друг дочери Путина. Просто друг дочери Путина. А как его еще называть, если его бастардство сокрыто и покрыто тайной? Друг дочери Путина, банкир. Во времена выборов Трампа он сыграл большую роль. Его называли связным между Кремлем и Трампом. Непростой человек, абсолютно непростой человек. Его биографию, друзья, нельзя воспринимать как реальную биографию. Рисованная, деланная биография. Как полностью нарисована биография у самого Путина. Полностью. Как полностью нарисована биография у Иосифа Сталина, Джугашвили. Тоже полностью нарисована. Мы не знаем толком фактов-то их биографий настоящих. А у кого она была не нарисована? А у Леонида Ильича Брежнева абсолютно полностью нарисована его биография. Спецпрокурор Роберт Мюллер, ведущий дело о российском вмешательстве в выборы США, собрал доказательства того, что Кремль и команда Дональда Трампа пытались установить неофициальный канал связи в январе 2017 года перед инаугурацией американского президента. Об этом сообщала газета The Washington Post. Связным с российской стороны был глава российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, жена которого работает заместителем предполагаемой дочери Владимира Путина Катерины Тихоновой. А с американской – основатель скандально известной частной военной компании Blackwater и один из спонсоров Трампа Эрик Принц. Встреча Дмитриева с Принцем проходила на Сейшельских островах в январе 2017 года. Дмитриев возглавляет фонд РФПИ, инвестиционный фонд с капиталом в 10 миллиардов долларов, который поступает из российского бюджета. Еще раз повторяю, 10 миллиардов фонд и поступают деньги из российского бюджета. Это ваши деньги. Первоначально он был создан как дочерняя компания Web и вместе с ним в 2015 году попал под американские санкции. В 2016 году РФПИ был передан Росимуществу, но к снятию санкций это не привело. Помимо официальной должности в госкомпании у Кирилла Дмитриева есть и неофициальная связь с окружением Владимира Путина. Его жена Наталья Попова была однокурсницей предполагаемой дочери Владимира Путина Катериной Тихоновой по МГУ. А сейчас работает ее заместителем фонги и на практика. Вы заметили, друзья, что дочь Путина зовут не Екатерина. Екатерина это по-русски, а по-немецки Катерина, Кейт. Поэтому она Катерина, она Катя, Кейт. В 2015 году Тихонову видели в Давосе в компании Попова и Дмитриевой. Они и на Давос, и на форумы везде, они ездят вместе. Это семья, друзья, это одна семья. Не надо думать, что они вот дружили. Да, у Катерины Тихоновой была подруга. Подруга вышла замуж за члена семьи. Так оно удобнее и так оно надежнее. Поэтому ездят все вместе. Посмотрите на возраст Дмитриева и на возраст Поповой, подруги Катерины Тихоновой. Разница большая. То есть я не уверена, что это вообще первая жена у Дмитриева. Но об этом сейчас речи не идет. Это не входит в данном случае в сферу наших интересов. Сама Попова рассказывала, что училась с Тихонова в МГУ. И после создания и на практике Тихонова призвала ее на службу семье. Но это я уже так выражаюсь, что на службу. Призвала ее просто на службу, как выразила сама Попова. А я уже добавляю, что на службу семье. Да, друзья, и многие хотели бы так служить семья. Это почетно, это денежно, это всегда быть на виду. И это иметь совершенно иную жизнь. Дмитриев входит в попечительский совет и на практике. И на практике принадлежит Катерине Путиной, дочери. То есть предполагаемой дочери Путина. А Дмитриев входит в попечительский совет. То есть курирует, помогает. И также Дмитриев входил в совет директоров компании «Сибур», совладельцем которой был бывший муж Катерины Тихоновой, Кирилл Шамалов, с которым они развелись. Когда они развелись, то там все закончилось очень быстро. Кириллу Шамалову пришлось вернуть все свадебные подарки, в том числе и «Сибур», как свадебный подарок от Владимира Путина своему зятю. Вот какие подарки дарит президент Российской Федерации своим зятьям. Но в то время, когда это был все-таки еще свадебный подарок, то есть доход для собственной дочери, предполагаемой дочери Владимира Путина, то в это время РФПИ, государственный фонд, то есть он имеет государственные средства, он инвестировал в проекты «Сибура». Есть некоторые интересные вещи, которые мы просто можем сейчас отметить, чтобы иметь представление. Впервые о том, что Эрик Принц, как неофициальный представитель команды Трампа, встретился в январе на Сейшелах с российским чиновником, близким к Владимиру Путину, написал газеты «The Washington Post» в апреле 2017 года. Организатором встречи был наследный принц Абу-Даби, Мухаммед, Бензоед, Аль-Найхаян. Вы понимаете, да? Посредником является другой принц. Возможно, тоже член команды. Принц? Это имя человека. Принц. Частый гост в Кремле. А на его последней встрече с Владимиром Путиным был и Кирилл Дмитриев. А кто такой принц? Об этом тоже нужно подумать. Почему у него такое имя? Чей он сын, в конце концов? Аль-Найхаян возглавляет суверенный инвестиционный фонд Абу-Даби-Мубадала, с которым у РФПИ есть совместный фонд, то есть там фонд, здесь фонд, и еще один фонд уже совместный, где капитал 2 миллиарда долларов. Надо сказать, что немного 2 миллиарда долларов, потому что сам фонд РФПИ имеет 10 миллиардов капитала. В России партнеры инвестируют в такие стратегические предприятия, как вертолеты России. То есть вертолеты России имеют капитал из Абу-Даби. Вертолеты России, еще раз повторяю вам, друзья, имеют капитал из Абу-Даби, то есть имеют иностранный капитал. В декабре 2016 года Аль-Нахаян неофициально встречался в Нью-Йорке с советником Трампа Стивом Бенноном, Майклом Флинном и Джаредом Кушнером. Джаред Кушнер, если вы помните, это зять президента, экс-президента Трампа. И незадолго до этого, по данным американской разведки, советник и зять Трампа Джаред Кушнер обсуждал создание неформального канала связи с послом России в США Сергеем Кисляком. В ноябре 2017 года принц признал на слушаниях в Конгрессе, что встречался на Сейшелах с Дмитриевым, хотя заявлял, что не помнит его фамилии. Но сказал, что встреча была случайной и продолжалась не более кружки пива. Теперь у спецпрокурора Мюллера есть новый свидетель, американский бизнесмен ливанского происхождения Джордж Надер, участвовавший как в самой встрече, так и в ее организации. Из показаний Надера следует, что встреча была организована заранее, а ее целью было установить связь между представителем команды Трампа и Москвой, чтобы обсуждать будущие отношения между странами. В конце января 2017 года Дмитриев встретился в Давосе с советником Трампа Эфтони Скоромуччи и после встречи заявил о настроении администрации Трампа вести диалог с Россией. Летом 2017 года CNN сообщила, что эта встреча была предметом расследования Сената, но на следующий день впервые за 19 лет сняла текст с сайта из-за несоответствия редакционным стандартам, а три его автора были уволены. То есть нельзя было рассказать людям о том, что эта встреча стала предметом расследования Сената. Сенат расследует, но об этом нельзя было говорить людям. Видите, на следующий день авторы этого текста были уволены, а статья снята. В декабре 2016 года Дональд Трамп объявил, что его министром торговли станет миллиардер Уилбур Рос. Фамилия Рос. Значит, связь нужно опять-таки проследовать. Американские СМИ тогда вспомнили, что в 1990-е годы Рос входил в правление Американо-российского инвестиционного фонда Туз Риф. Деньгами фонда в России управляла компания Дельта Прайвит, Экьюти Партнерс, в руководство которой входил Дмитриев. Куда ни глянь, везде Дмитриев. Вы понимаете, доверять человеку настолько сильно можно только если, еще раз повторюсь, если это твой собственный сын. Потому что, как показала практика, зять Путина, Кирилл Шамалов, не достоин был никакого доверия. И у него быстро все забрали. А здесь, друзья, здесь собственная семья, собственные деньги всей страны. Это их деньги, а они народные и не ваши. Я говорю это только как факт того, что происходит у нас с вами в стране. А совершенно не, друзья, как вывод того, что это должно быть именно так. Мне кажется, это не должно быть так, но это так. Я думаю, что легче было бы объявить, что у нас все-таки империя с королем и преемственность у нас самая, что ни на есть прямая трона во власти. Вот и Владимир Путин приготовил свой пост, приготовил свой наследный трон Кремля для своего предполагаемого сына Кирилла Дмитриева. Бастарды, кругом одни бастарды, друзья, фамилии разные, а кровь одна. Как причудливо тасуется колодда, сказал Коровьев, королева. Вопросы крови самые важные в этом мире. Я Таня Карацуба, Сеидбургхан. Крилла�ن В, Сеидбургхан. Кірилла. Продолжение следует...